Все. Иммиграция в Канаду больше не будет прежней. Канада изменила требования к кандидатам и 28 июня впервые пригласила новую категорию заявителей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я все расскажу. Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Я совладелец канадской миграционной компании. Мы помогаем с визами, иммиграцией и поступлением в канадские вузы. 28 июня в Канаде прошел первый целевой отбор в системе экспресс-энтри. Для тех, кто не знает, что такое экспресс-энтри, кратко поясню. Это система, в которой правительство Канады выбирает кандидатов на иммиграцию. Есть ряд требований, и если вы им соответствуете, то можете зарегистрироваться. Вас оценят по разным факторам, таким как возраст, образование, опыт работы, уровень языка и т.д. За каждый фактор вам начислят баллы. Канада регулярно проводит отборы, и в каждом таком отборе указывается проходной балл. Если вы его набрали, вас приглашают получить ПМЖ в Канаде. Если нужного количества очков не набираете, вы ждете следующих отборов. У меня есть подробное видео про экспресс-энтри, оставлю на него ссылку в углу экрана и в описании. Посмотрите. В Канаду стремится переехать все больше людей, ведь это безопасная и развитая страна, в которой минимальная коррупция и хорошо относятся к людям. Поэтому канадское правительство за последние 5 лет значительно подняло проходной балл в экспресс-энтри. Обычным людям без образования магистра, суперского уровня английского и многолетнего опыта работы такой балл набрать сложно. В теории в Канаду должны были приезжать самые умные иммигранты, но статистика показала, что многие вновь прибывшие тупо не могли найти работу. Поэтому они засовывали свой диплом в одно место, имею в виду подальше на полочку, и устраивались в Макдональдс или Тим Хортонс — это популярная сеть канадского фастфуда. Чиновники посмотрели на это, подумали и решили, что надо что-то менять. Ведь иммигранты нужны, чтобы платить налоги, а тут новенькие минимум зарабатывают и наоборот получали всевозможную помощь. В итоге Канада решила проводить целевые отборы и выбирать тех, у кого востребованная профессия, чтобы после переезда они были нужны на рынке труда и могли найти работу по специальности. 28 июня как раз был первый такой отбор, и сейчас я все о нем расскажу. В розыгрыше пригласили 500 человек с профессиями в сфере здравоохранения. Если у вас другая специальность, то все равно смотрите дальше. Я скажу, для кого еще в будущем будут проводить целевые отборы. Кого пригласили в этот раз? Всего профессий 35. Хирурги, стоматологи, психологи, диетологи, терапевты, медсестры, массажисты, фармацевты и много кто еще, даже ветеринары и те, кто практикуют традиционную китайскую медицину. Полный список перечислять не буду, оставлю на него ссылку в нашем телеграм-канале. Обязательно на него подпишитесь, тогда не будете пропускать полезные материалы к роликам. Было еще одно маленькое требование. По этой профессии нужно было минимум 6 месяцев опыта работы за последние 3 года. Здесь не надо пугаться, потому что для регистрации в экспресс-энтере вам нужен год опыта работы минимум. То есть можно было полгода работать по профессии и списка, а полгода по любой другой. Опыт не обязательно должен быть в Канаде. Проходной балл в этот раз был 476. Много это или мало? На самом деле балл ниже, чем был до этого в общих отборах, но все равно высокий. Не каждый может столько набрать. Но я бы не стал делать выводы по первому отбору, ведь чиновники, по сути, сами не знают, что получится после этих нововведений. Возможно, балл еще снизят. Время покажет. И хочу сказать про еще один негативный момент, который касается именно розыгрыша для медиков. Медицинские профессии требуют в Канаде лицензии. То есть нельзя просто приехать и начать работать. Нужно пройти лицензирование, а для этого часто именно в сфере здравоохранения приходится переучиваться или подтверждать свои дипломы. Теперь, как я обещал, расскажу про другие категории, по которым Канада будет проводить целевые отборы. Их тоже обещают уже с этого лета. Первая категория — это кандидаты со знанием французского на уровне B2 и выше. Если вы знаете французский, то это уже добавляет дополнительные баллы в экспресс-энтри. А в целевом отборе шансов получить приглашение будет еще больше. Вторая категория — профессии в сфере технологий, естественных наук, инженерии и математики. Кстати, буквально недавно в Торонто прошла конференция, где выступал министр иммиграции, и он сказал, что для этих профессий хотят запустить еще отдельную иммиграционную программу. Для нее даже не надо будет предложения о работе. Подписывайтесь на канал, мы планируем выпустить видео на эту тему. Не пропустите. Ну и добавлю, что сейчас самое время поставить лайк ролику. Это очень стимулирует нас чаще выпускать полезные видео. Вернусь к категориям, по которым будут проводить отборы экспресс-энтри. Третья категория — это рабочие профессии. Сюда относятся всевозможные сантехники, плотники, электрики и т.п. Следующая категория — это профессии в сфере транспорта. В эту категорию, кстати, входят дальнобойщики и еще профессии в сельском хозяйстве. В основном мясники и руководители ферм. Ну и еще одна категория — это здравоохранение, по которой и был первый отбор. Если у вас другая профессия, но вы все равно подходите под требования для регистрации в экспресс-энтри, то общие отборы тоже будут проводиться. Последний вот тоже был 27 июня, за день до целевого розыгрыша. И проходной балл там, кстати, был на 10 очков выше, чем в отборе для медиков. Так что на конкретном примере видно, что с востребованной профессией в Канаде проще эмигрировать. Я очень не советую откладывать процесс сбора документов для подачи заявки, потому что пока вы будете это делать, нужных специалистов наберут, и ваша востребованная профессия перестанет быть таковой. Поэтому рекомендую записаться на консультацию в нашу иммиграционную компанию. Ссылки на все наши услуги в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и дергайте колокол, чтобы не пропускать новые полезные ролики. Также смотрите другие наши видео про переезд, учебу и работу. До встречи в Канаде! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok